Эти звуки лишние. Можно сделать подише, если у кого-то кто-то ждет связь. Хорошо? Через минутку мы начнем. Добрый день, уважаемые, дорогие друзья. Как я понимаю, сегодня здесь собрались истинные любители, ценители афганского творчества. И я этому очень рад. Спасибо. Я не буду тратить время пустую и приступлю к выступлению. Спасибо. 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 union. ivo Curtis. Спасибо. Спасибо. Из ICU. Из братской могилы. Нелегкая участь досталась сынам, Достанет ей собственной силы. Мы ведь тоже сегодня, пожалуй, не прочь Твердить о банальностях века. Но слева болит неотступно всю ночь, Всю ночь не смыкаются веки. Продолжу рассказ о себе. В 1974 году я окончил Донецкий политехнический институт. После этого два года служил командиром зенитной батареи в городе Чугове, Харьковской области, к танковому полку. После службы в армии был приглашен на службу в органе Комитета государственной безопасности. Два года работал оперуполномоченным в Мариупольском отделе по линии контрразведки. В 1978-79 годах прошел специальную подготовку в Москве в управлении С, первого главного управления разведка. В 1980 году возвратился работать в Донецкое управление ГГБ. Как сейчас помню, день 25 июля 1980 года. Я заступил дежурным по управлению. Это, кстати, был день, как всем известно, день смерти Владимира Семеновича Высоцкого. Но мы тогда об этом ничего не знали, естественно. Властность была на нуде. Где-то к обеду меня руководство управления сняло с дежурства. Ознакомили шифр телеграммы о том, что 27 июля я, в числе других шести спецрезервистов из нашего Донецкого управления, должен прибыть в город Сумы. Туда собрали, кроме спецрезервистов из управлений Украинской Советской Социалистической Республики, также и бывших спецназовцев, десантников из запаса. Всего 800 человек. Сумы, конечно, вздрогнули. Ну, после отбора осталось чуть больше 200. Так была сформирована команда Карпаты, одно из подразделений отряда «Каскад», спецподразделения Комитета государственной безопасности СССР. Затем нас перевезли машинами в город Прилуки, там амбунтировали, вооружили, а затем мы перелетели в Узбекистан, в Фергану. И там на базе Ферганской десантной дивизии нас начали акклиматизировать, адаптировались мы к климатическим условиям, стреляли из новых видов вооружений, прыгали с вертолетов, в общем, готовились к боевой подготовке, занимались по полной. Кстати, на базе Ферганской дивизии собрались все команды отряда «Каскад». Всего их было 8 команд. Ну, как уже поняли по названию, это были зоны ответственности различных республик. Вот у нас были Карпаты, а были еще команды «Памир», «Кавказ», «Урал», «Север». Вот, и мы там стали знакомиться. Ну, естественно, значит, пырил, как собирались, обсуждали последние новости, пели песни «Память» о Владимире Семеновиче Высоцком. Пел и я, и играл. Ну, к сожалению, на чужой гитаре. Я когда, мне сказали, что я должен уехать, я гитару с собой, естественно, не захватил. Все-таки шел на войну. И наши ребята, когда ездили за продуктами в Фергану, купили мне недорогую простенькую гитару с логотипом, вот здесь вокруг розетки, «Москва-80». Вот на этой гитаре я и записывал, в общем-то, впоследствии все песни, которые рождались в Афганистане. Еще что хотел бы отметить. К нам в Карпат и влились ребята и из отряда «Зенит». «Зенит» — это отряд, который в числе других подразделений, силовых органов, участвовал в операции «Шторм-333» в Афганистане в 79-м году. Ну, конечно, возникла преемственность. Ребята, которые из «Зенита», они уже знали хорошо местное население, специфику его. И они, кстати, пели песни, которые мы переняли у них. Я с Сережей Климовым познакомился позже, в 91-м году, в Канабеево, где собирали афганских бардов. А песню его в декабре-зиме начала я пел в 1980-м году. В декабре зимы начала, в декабре дни рождения есть. Для кого декабрь – начало, для кого лебединная песня? Для кого декабрь – начало, для кого лебединная песня? В декабре меня Грохо спросит, потирая озявший нос. Папа всем ли подарки приносит новогоднюю ночь Дед Мороз? Папа всем ли подарки приносит новогоднюю ночь Дед Мороз? В декабре есть еще одна дата без отметки на календаре. Я тебя целую как брата на Кабумском чужом дворе. Слезы радости вспомни об этом и друзьям своим растолкуй. Почему нам так дорог это Неуклюжий мужской поцелуй? Почему нам так дорог это Неуклюжий мужской поцелуй? В суете новогодней ночи Вспомним наш боевой отряд. Третий тост за ушедших навечно, Первый тост за живых ребят. Третий тост за ушедших навечно, Первый тост за живых ребят. В 2021 году на фоне борьбы с ковидом мне удалось реализовать свою давнюю мечту записать на хорошем, высоком, профессиональном и техническом уровне песни, которые я когда-то пел и записывал в Афганистане. Так родился Альбом «Будь проклята война». Вы его видели, там он есть. Альбом состоит из двух компакт-дисков из пламени Афганистана и мы так устали от войны. На первом диске «Ваш походный слуга». Здесь в основном песни касающиеся войны в Афганистане. Да не в основном, а так и есть. А второй второй диск это песни о войне на Донбассе. Исполняет их мой товарищ Олег Снитко, позывной «Ветер», командир разведывательно-диверсионной группы батальона «Посток». Что бы я хотел сказать? Конечно, работа была очень объемной, кропотливой. Я должен отдать должное инвестору этого проекта организации «Герб и Знамы». Костяк этой организации составляют ребята из четвертого каскада. Благодаря их спонсорской помощи и был реализован этот творческий проект. Еще я хотел бы несколько теплых слов сказать об аранжировщике песен, которые сюда вошли. Александре Глушкове, город Москва и Виталии Дорофееве, город Донецк. Александр Глушков сегодня здесь в зале. Саша, ты есть? Должен был прийти, ну, может быть, задержался. Вот, я хотел ему лично вручить этот наш музыкальный продукт. И что я еще хотел бы сказать. Сегодня в зале находится, можно сказать, легендарная личность. Один из руководителей отряда «Каскад» первого и второго формирования. Капитан первого ранга в отставке, профессор Академии разведки, Зилков Александр Иванович. Александр Иванович, попрошу вас выписать. В создании альбома «Путь проклята война» естественно, нельзя было не включить в состав перечень песен те песни, которые родились в свое время в Зените. Вот, две из них я представлю вашему вниманию. Гимн, Куос. Что такое Куос? Это курсы усовершенствования офицерского состава. Практически все, кто попадал в какие-то горячие точки, они проходили обучение на этих курсах. Курсы, можно сказать, оперативно-диверсионной подготовки. Гимн, Куос. Пожалуйста. Зампаде, нетерпящий удобства, умирает на сырой земле. Жаркая, нерусская погода застывает на его губах. Звезды неродного небоскода угасают в голубых глазах. Умирает он, не веря в сказки, сжав в руках разбитый пулемет и к нему в набедренной повязке вражеский наемник подойдет, подойдет, посмотрит, удивится, вскинет пистолет, прищурив глаз. Скажет, много съел я бледно лицах, русских буду кушать в первый раз. А в России зацвела горячиха, нам не бродит дикий папуаз. есть в России город плашинка, есть там ресторанчик бычьих глаз. По субботам и по воскресеньям люди в ресторан идут гурьбом, среди них идут держа равнения парни с удивительной судьбой. по субботам и по воскресеньям люди в ресторан идут гурьбом, среди них идут держа равнения парни с удивительной судьбой. Узнают их по короткой стрижке по беретам типа балахон, в них в округе местные мальчишки называют ягонька шпион. Если где-то гром далекий грянет, в неизвестность улетят они, пусть им вечным памятником станет проходная возле Дорнии. Если где-то гром далекий грянет, неизвестность улетят они, пусть им вечным памятником станет проходная возле Дорнии. Пусть им вечным памятником станет проходная возле Дорнии. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще одна песня из репертуара отряда Зенит «Здесь под небом чужим» на мотив всем известной песни «Журавлей». Здесь под небом чужим, под кабульской лазурью, слышны крики друзей «Улетающих вдаль» «Ах, как хочется мне» «Заглянув от бразуру» «Пулеметом глушить» «Поросиеча» «Ах, как хочется мне» «Заглянув от бразуру» «Пулеметом глушить» «Поросиеча» «Поросиеча» «День и ночь безразлучно» «С боевым автоматом» «Пистолет под ремнем» «Как братишка родной» «Ах, как хочется здесь» «Обложить землю матом» «Слезы радости лить» «Над родимой землей» «Ах, как хочется здесь» «Обложить землю матом» «Слезы радости лить» «Над родимой землей» «Нас с зенитом судьба» «Очень крепко связала» «Нам в зените друзей» «Не забыть никогда» «Расплескали мы крови» «Пока будет мало» «И придется еще» «Коль возникнет нужда» «И приехал домой» «Не забудь эти встречи» «Прилетев не забудь» «Как вершили дела» «Не забудь всех друзей» «Не забудь ты их плечи» «Их поддержка тебе» «Счастье в бой принесла» «Здесь под небом чужим» «Под Кабульской лазурью» «Слышны крики друзей» «Ах, как хочется мне» «Загляну в амбразуру» «Пулеменотом глушить» «По России печаль» «Ах, как хочется мне» «Загляну в амбразуру» «Пулеменотом глушить» «По России печаль» «По России печаль» «По России печаль» «Ну что, продолжим» 11-12 августа 1980 года наша команда «Кархваты» прилетела на аэродром «Шинданд» в провинции Герат. И, в общем-то, там начались наши боевые будни. Параллельно с боевыми буднями, в общем-то, приходилось, как правильно сказал Александр Иванович, находить время для того, чтобы что-то делать, что-то творить для души. Потому что тоскливо было 3000 километров от родной земли. Вот, появились первые песни. Я вам сейчас и исполню несколько песен, из тех, которые были написаны в 80-м году. Ох, и сегодня выдался денёк. Я летаю бортстрелку на вертолете. Я весь продрог, да ниточки промок. Холодный порт шипит на пулемяте. Я весь продрог, да ниточки промок. Холодный порт шипит на пулемяте. Тут левый крен к прицелу я приник. И на урсов свист стрелять от белоходу. Перевернуло всё, но в тот же миг. Я злостью жму кашетку пулемёта. Перевернуло всё, но в тот же миг. Я злостью жму кашетку пулемёта. Под крылом всё так же фар 500. Уж если сбросим, тошно станет гадом. И потому ползут в свою нору. Но всё равно не скроются душманы. И потому ползут в свою нору. Но всё равно не скроются душманы. А час настал на базу нам лететь. Холодный порт шипит на пулемёте. Подумать только, разве я мечтал, Что буду воевать на вертолёте. Подумать только, разве я мечтал, Что буду воевать на вертолёте. Вообще с вертолётами и вертолётчиками У нас всегда очень хорошие были отношения И самые тёплые воспоминания о них. Они нас и вывозили, и прикрывали, И помогали нам во всём. Ну, песня, собственно, не о вертолётах, Точнее, не о вертолётчиках, а о вертолётах. Следующая песня «Кружат вертолёты». Над горами цепляет вершины, Кружат вертолёты. Где-то эхом вдали Прогремели последние взрывы. Только изредка ночью Взорвут тишину пулемёты. Проверяя, а все мы живы Афганистан. Афганистан, Афганистан, Афганистан. По афганским дорогам пришлось нам проехать немало. Мы тряслись в БДРах, нам небо служило палаткой. И надолго под звёздами твёрдым законом нам стало Низкать на земле жизни сладкой Афганистан, Афганистан, Афганистан. Здесь про страх и опасность мы будто с тобою забыли. И в минуту отчаяния мы научились смеяться. И с друзьями, которых на целую жизнь полюбили, Мы привыкли надолго прощаться. Афганистан, 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 Афганистан. Время медленно шло, только быстро усы отрастали. Снились ночью нам дети, любимые, к жёны нам снились. Но когда, расставаясь с друзьями, прощаться мы стали Почему-то опять загрустили Афганистан, 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 Афганистан. Афганистан Песня из числа первых «Письмо любимое». Здравствуй, дорогая из Афганистана. Я пишу, как прежде, жив я и здоров. Что в часы свободные ходим по духанам. Пазар не капула, я не видел городок. Что в часы свободные ходим по духанам. Пазар не капула, я не видел городок. Не могу рассказывать о своей работе. Что всегда с оружием в город я хожу. Что бронежилеты среди нас в почёте. О ночных дежурствах тебе я не скажу. Что бронежилеты среди нас в почёте. О ночных дежурствах тебе я не скажу. Я писать не стану о шинданской пыль. Тряски в БТРах, в горных кишлаках. Как во время рейдов в переделках были. И ложились пули рядом в двух шагах. Как во время рейдов в переделках были. И ложились пули рядом в двух шагах. Не скажу тебе я, как мы потеряли. Лучших из товарищей в этой стороне. Зря своей судьбе они жизни доверяли. И лежать остались на стальной броне. Зря своей судьбе они жизни доверяли. И лежать остались на стальной броне. Лишь одно скажу тебе, ангел мой хранитель. Что во всех походах ты была со мной. Тысячи невидимых связанными нитей. Я тебе обязан тем, что я живой. Тысячи невидимых связанными нитей. Я тебе обязан тем, что я живой. АПЛОДИСМЕНТЫ Прошу прощения. Подрослся восьмого отца. И еще одна песня. Ее довольно часто исполняют вокально-инструментальные ансамбли. Там у них, конечно, многоголосится. Хорошо поют. Попробую посоревноваться с ними. Песня называется «Поднималась зорька». Поднималась зорька над хребтом горбатый. Пробивалось солнце сквозь туман проклятый. А с рассветом снова по незримым дропам По земле алганской долго еще топать. А с рассветом снова по незримым дропам По земле алганской долго еще топать. И тоскуют струны по студеным розам По девчонкам юным. Струны перестаньте, мы ведь с вами струны. Служим здесь в шинданте. Не грустите струны, струны перестаньте. Мы ведь с вами струны. Служим здесь в шинданте. А быть может ветер, что траву пачает, Унесет за горы все наши печали. Где б мы с легким сердцем чистый воздух пили Среди трав пьянящих на луках России. Где б мы с легким сердцем чистый воздух пили Среди трав пьянящих на луках России. Размахнется удаль. Хоризонт огромный. Мы уйдем с друзьями. Гул аэродромный. Нас винты поднимут Над землей афганской И домой спецрейса Ляжет путь обратный Нас винты поднимут Над землей афганской И домой спецрейса Ляжет путь обратный И домой спецрейса Ляжет путь обратный Нас винты поднимут И домой спецрейса Ляжет путь обратный На двух песнях, рожденных в Афганистане, мне бы хотелось остановиться несколько подробнее. Песня афганская. Ну, она имеет довольно длинную историю. В тридцатых годах прошлого века на танцплощадках повсеместно звучала танго «Пусть дни проходят». Автор Борис Терентьев. Была очень популярная танго. В 1943 году Наши военные альпинисты Грязнов, Каратаева, Персиянинов и другие Которые выбили фашистских егерей с вершины Эльбруса И водрузили флаг СССР Написали на эту мелодию Совершенно другие слова И песня стала называться «Баксанская» или «Помнишь, товарищ, белые снега» Ее хорошо исполнял Юрий Лизборг Когда мы попали в Афганистан У меня товарищ в оперативно-боевой группе Сережа Смирнов Проходил горную подготовку в Ленинакане в свое время И он хорошо знал «Баксанскую» И мы решили ее Немножко переделать Адаптировав ее под наши афганские условия Второй куплет мы оставили без изменений Вот и родилась Третье рождение песни «Родилась афганская» Есть очень много вариаций этой песни И разные стихи пишут Ну вот я спою ту, которая была написана в самом начале С тем же текстом Она, эта песня находится в этом же альбоме «Будь проклята война» Да, что еще хотел сказать Что когда Александр Дружков, наш аранжировщик Делал аранжировку Я попросил его Приблизить ее максимально к танго 30-х годов В то же время Сохранив тревожную военную тему В этой песне Вот послушайте, что из этого вышло Песня афганская Музыка Песня афганская Видно, люди крепче, чем броня Дипломаты мы не по призванию Нам милей братишка автомат Четкие команды приказания И в кармане И в кармане парочка гранат Вспомним, товарищ, мы Афганистан Зарево пожаришь Крики мусульман Крохот автоматов Взрывы за рекой Вспомним, товарищ, вспомним, дорогой Вспомним с тобою Как мы шли в ночи Вспомним, как бежали В горы вас мочи Как закрохотал Бой грозный АКС Вспомним, товарищ, вспомним, наконец На костре в дыму трещали ветки В котелке дымился крепкий чай Ты пришел устал из разведки Много пил и столько же молчал Синими замерзшими руками Протирал спотевший автомат И о чем-то думал временами Головой откинувшись назад Вспомним, товарищ, мой Афганистан Зарево пожаришь Крики мусульман Крохот автоматов Взрывы за рекой Вспомним, товарищ, вспомним, дорогой Вспомним с тобою Как мы шли в ночи Вспомним, как бежали Горы вас мочили Как закрохотал твой грозный АКС Вспомним, товарищ, вспомним, наконец Самолет заходит на посадку Тяжело мотор не гудя Он привез патроны И взрывчатку Это для тебя и для меня Знаете же, ребята, мусульмане Ваша сила в том, что мы за вас Вспомним, товарищ, мой Афганистан Зарево пожаришь Крики мусульман Крохот автоматов Взрывы за рекой Вспомним, товарищ, вспомним, дорогой Вспомним с тобою Как мы шли в ночи Вспомним, как бежали Горы вас мочили Как закрохотал твой грозный АКС Вспомним, товарищ, вспомним, наконец Песня называется «Кукушка» Вы, наверное, все идете Знаете, когда я приехал в Афганистан Я с собой взял две книжки Одна была книжка поэта Среднего Востока «Рудаки» Вторая книжка была «Отзывается сердце» Поэт Кочетков Виктор Иванович Поэт-фронтовик 1923 года рождения Я особо подчеркиваю год рождения Потому что это год рождения выпускников Школы 1941 года Большая часть этих ребят Сложила головы на войне Это стихотворение, которое я взял за основу Песня «Кукушка» Называется «Весь просвечен заревой покой» Оно мне очень нравилось Я его перечитывал много Вообще я в этой книге Как-то пытался найти себя на войне Ну, в результате я решил ее немножко переделать Я дописал два куплета к этим стихам Подобрал мелодию Появилась песня «Кукушка» В 1991 году Когда я приехал в Москву На, ну, слет будем говорить Бардов афганцев Игорь Азаренок Работник главпура Министерства обороны Организатор первых фестивалей Афганской песни Организовал мне встречу В Центральном Доме литераторов С Виктором Ивановичем Это была, конечно, незабываемая для меня встреча Знаменательная Мы с Виктором Ивановичем Выпили по 100 грамм И он написал вот Свой автограф оставил на этом сборнике Вот Здесь он поблагодарил меня За то, что он Оказался причастным и к этой войне Сейчас я хочу исполнить вам эту песню «Кукушка» Снится часто мне Мой дом родной Лес о чем-то о своем мечтает Серая кукушка за рекой Сколько жить осталось мне считает Серая кукушка за рекой Сколько жить осталось мне считает И прижался ласково к цветку И звучат ленивые кукушка за рекой И звучат ленивые кукушка за рекой Восемьдесят 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 И закатом на афганской выжженной земле Спят тревожно русские солдаты На афганской выжженной земле Спят тревожно русские солдаты Они тратят силы, не сгубясь Им знакомы холод и усталость Дни свои не копят прозапас Кто не скажет, сколько их осталось Дни свои не прячут прозапас Кто им скажет, сколько их осталось Так что ты, кукушка, погоди Не дари чужую долю чаюта У солдата вечность впереди Ты ее со старостью не путай У солдата вечность впереди Ты ее со старостью не путай У солдата вечность впереди Минут 10